Привет, друзья! Порой качественное видео, записанное вашим видеорегистратором, может стать единственным доказательством вашей невиновности в случае ДТП. Сегодня мы расскажем о четырех лучших видеорегистраторах с антирадаром. Последнее время производители аксессуаров и техники для авто начали ориентироваться на создание комбинированных устройств 3 в 1, состоящих из видеорегистратора, GPS и радар-детектора. И если при выборе обычного регистратора можно ориентироваться на качество записей и стабильную работу, то при выборе видеорегистратора с радар-детектором нужно обращать внимание на то, чтобы все модули работали одинаково хорошо. Мы подобрали лучшие модели и составили из них свой рейтинг. Видеорегистратор-гибрид от российско-корейской компании попал в наш рейтинг благодаря продуманной эргономике управления и качественной работе всех встроенных модулей. Управление регистратором механическое и выведено на четыре клавиши, расположенные по бокам устройства. Меню устройства простое и понятное. Все настройки сгруппированы и разделены, чтобы пользователь не запутался. В регистраторе есть возможность установки своих меток. Таким образом вы можете отметить опасный участок дороги или, например, неприятную выбоину. Видеорегистратор от Neoline записывает видео в качестве Full HD при 30 кадрах в секунду с битрейтом в 20 Мбит в секунду. Благодаря объективу с шестью стеклянными линзами, которые покрыты просветляющим покрытием, картинка получается насыщенной и яркой в любое время суток. Максимальная дальность, на которой регистратор позволяет увидеть госномера впереди идущих машин – 13 метров. Угол обзора объектива видеорегистратора 135 градусов. Не самый внушительный показатель, но этого достаточно для захвата объективом трех полос движения. Работа радар-детектора условно поделена на две составляющие – сканирование сигналов от камер и радаров в реальном времени, а также спидкам. Радар-детектор может работать в четырех разных режимах чувствительности – город, трасса, турбо и икскоп. Последней является комбинацией из двух первых режимов, активируя их в зависимости от скорости движения транспортного средства. Дальность срабатывания детектора разнится в диапазоне от 600 до 900 метров. Теперь о плюсах этой модели. Качество съемки, обширная база спидкама по 45 странам, удобное меню и управление, а также установка своих меток GPS. А из минусов мелкий шрифт штампов на видео, нестандартный разъем питания и то, что есть ложные срабатывания на сигнатуры в К-диапазоне. Одним из главных флагманов корейской компании Silverstone на российском рынке является F1 Hybrid EVS. Управление гибрида Silverstone реализовано заметно хуже, чем у конкурентов. Продолговатые клавиши не всегда срабатывают при нажатии в край кнопки. Меню условно разделено на три категории – настройки радара, настройки регистратора и браузер файлов. В категориях настроек много, но в них легко разобраться. Silverstone F1 Hybrid EVS способен записывать видео как в Full HD, так и в Super HD. При максимальном качестве записи устройство способно поддерживать 30 кадров в секунду и битрейт на уровне 24 Мбит в секунду. Гибриду от Silverstone за счет высокого битрейта получается свести к минимуму пикселизацию видео во время сложных для оптики переходов из темных тоннелей на светлые улицы и наоборот. Угол обзора объектива видеорегистратора составляет 140 градусов – стандартный показатель для большинства моделей гибридов. Радар-детектор F1 Hybrid EVS способен работать на пяти уровнях чувствительности – трасса, город 1, 2, 3 и режим Smart. Мы рекомендуем комбинировать первый и последний режим в зависимости от того, находитесь вы на трассе или в пределах города. В режиме Smart гибрид сам настраивает чувствительность радара в зависимости от количества окружающих его сигнатур сигналов. Одним из главных преимуществ гибрида Silverstone можно назвать автоматически обновляющуюся базу спидкама. Из плюсов этой модели выделим качество записи и автоматическое обновление базы спидкама, а из минусов – жесткие неудобные кнопки управления и отсутствие ручного режима работы без сигнатур. Штерн – бюджетный многофункциональный видеорегистратор гибрид из семейства Dunabill. Механические кнопки управления устройством расположены вокруг экрана с диагональю 2,7 дюйма. Всего кнопок 7, они небольшие и нажимаются легко. Меню, как и в гибриде от Silverstone, поделено на три вкладки. Правда, в отличие от той же модели, в Штерн есть возможность вручную отключить работу радар-детектора в отдельных диапазонах. Устройство способно записывать видео как Super HD, так и Full HD и Full HD Wide. При этом в настройках можно вручную выбрать частоту кадра, включая возможность записи при 60 кадрах в секунду. Высокая детализация и качественная оптика видеорегистратора обеспечивают высокое качество записи вне зависимости от погодных и световых условий. Угол обзора Штерн немного выше стандартных и составляет 150 градусов. При этом эффект рыбьего глаза на записи не наблюдается. Помимо ручной настройки радар-детектора, Дунабил Штерн предлагает пользователю четыре режима чувствительности – трасса, город 1.2 и авто. Каждый из режимов можно настраивать на свой вкус. Радар-детектор гибрида Дунабил отличается высокой чувствительностью. Среднее расстояние срабатывания детектора составляет 800 метров. Из плюсов этой модели выделим качество записи, возможность ручной настройки режимов чувствительности и угол обзора. А из минусов – неудобное расположение кнопок управления и то, что не во всех версиях прошивки есть режим авто. Инспектор Kaiman S – одна из самых компактных гибридных моделей. По своим размерам устройство мало чем отличается от стандартного видеорегистратора. Добиться такой компактности разработчики смогли за счет замены большого рупора на миниатюрную патч-антенну. Инспектор Kaiman S стала первой моделью гибридных видеорегистраторов с подобным типом антенны. Точная работа с сигнатурами сигналов позволяет устройству распознавать не только тип радара, но и его модель. Это позволяет практически на 100% отсечь срабатывание ложных сигналов. Регистратор можно легко персонализировать благодаря богатому меню настроек. В нем есть все – от настроек звука, яркости экрана и битрейта записи видео до отключения опознавания определенных сигнатур, установки чувствительности радар-детектора и дальности GPS-оповещений. Управление регистратором простое и осуществляется за счет нескольких клавиш, расположенных по бокам экрана. Запись видео в Инспектор Kaiman S происходит в разрешении Full HD при 30 кадрах в секунду. Максимальный битрейт, который можно выбрать в настройках – 18 мегабит в секунду. Этих показателей хватает как для записи качественного видео, так и для экономии места на microSD-карте устройства. В сравнении со своим предшественником Kaiman S получил улучшенную цветопередачу и работу с балансом белого. Качество видео не страдает вне зависимости от погодных и световых условий. Угол обзора видеорегистратора составляет 130 градусов. Инспектор Kaiman S предлагает владельцу внушительный ряд режимов чувствительности – город 1.2, трасса, IQ, подпись и подпись IQ. Максимальная дальность срабатывания радара-детектора составляет 1000 метров. Из плюсов этой модели выделим оптимальное соотношение качества съемки и размера файлов, удобное управление, минимум ложных срабатываний и высокоточное определение сигнатур радаров. А из минусов выделим только угол обзора. В этом видео мы рассмотрели 4 модели лучших видеорегистраторов с радар-детекторами по версии нашей редакции. Каждое устройство обладает своими преимуществами и незначительными недостатками. Первое место по праву достается сигнатурному видеорегистратору инспектор Kaiman S, который способен точно определить модель радара и избежать срабатывания ложных сигналов. Ну а на этом видео подходит к концу. Надеемся, этот материал оказался полезным для вас. Большое спасибо вам за просмотр, не забывайте подписываться на канал и ставить лайки. До новых встреч! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!